Здравствуйте! Это программа Город Эсс, я Елена Чернявская. А поговорим сегодня о культурной жизни в городе, о развитии музыки, о традициях и перспективах в этой сфере. Я сегодня пригласила в эту студию поговорить художественного руководителя, главного дирижера Самарского концертного духового оркестра Марка Львовича Когана. Здравствуйте, Марк Львович! Здравствуйте, Елена! Спасибо большое, что нашли время прийти к нам сегодня в студию. Тем более я знаю, что сейчас пора жаркая летняя, а вы вовсю выступаете. Так вот, конечно же, Марк Львович, основное детище ваше – это Самарский духовой оркестр. И я замечу, что он очень хорошо известен не только в нашем городе, но и в России. А вот скажите мне, пожалуйста, вы считаете все-таки это главным детищем в своей жизни? Ну да, в значительной степени. Если учесть, что я музыкант, и я занимаюсь этим профессионально и по призванию одновременно, то, конечно, это замечательное детище, которое, главное, подошло, нравится практически всем. И подошло, что называется, ко двору. Марк Львович, да, а расскажите, пожалуйста, об оркестре. Вообще, что он на сегодня из себя представляет, какой коллектив? Ну, похвастать-то вы можете? Ну, конечно. Да не то, что похвастаться, я просто пару слов скажу о том, что за последние несколько лет оркестр увеличился в штате. У нас появился замечательный зал репетиционный, скоро появится концертный зал. Замечательный, после фестиваля 2021 года, нынешнего года, у нас появились новые музыкальные инструменты, вернее, к фестивалю. И мы очень благодарны администрации города, департамент культуры и молодежной политики города, потому что без их участия, без их к нам отношения, без их понимания того, что это не только оркестра ради, и его тоже, но и ради становления культуры, ради становления музыкального искусства, ради того, чтобы молодежь видела, что есть блестящие, звучащие и, как сказать, тонически верно, интенсионно верно играющие инструменты. И все это, в общем-то, привело к тому, что мы действительно стали обладать более серьезной базой. И репетиционной, как сказал, инструментальной. Я должен к инструменту вернуться и потому, что я сам давно знаю, когда я занимался с детьми, насколько важен для детей блестящий, звучащий, красивый инструмент. Когда ему даешь бедному ржавую трубу, его очень трудно мотивировать. Еще когда-то он поймет, что эта труба тоже может звучать в умелых руках, но его-то руки пока не умелы. А так дитё видит, что это яркие, это блестящие, прекрасные костюмы, хорошая музыка, благодарная публика. Ну, в общем, вот это, вся вот эта, весь этот круг, о котором я говорю, мы с вами говорим, это все, вот на мой взгляд, я очень благодарен всем за это, ведет к тому, что к нам придет поддержка и духовой искусство, оно возрождается и будет продолжаться это возрождение, надеюсь, на долгие времена. Марк Петрович, ну вот не беря все-таки во внимание ограничительные меры, все-таки ведь вы бывали в других городах со своим оркестром, и вы можете, наверное, с уверенностью сказать, что не каждый город может похвастаться своим духовым оркестром? Безусловно, к сожалению, пока не каждый город в России. Есть славные плеяды городов, которые идут, как говорится, впереди многих, и мы бывали в таких славных городах на фестивалях и на концертных поездках, как Нижний Новгород, Екатеринбург, Оренбург, Ульяновск, Казань и так далее. И должен вам сказать, что вот в Казани, например, до сих пор нет своего губернского или городского оркестра, там они используют студенческий оркест консерваторий, но у него, как у любого студенческого коллектива, свои задачи и свои цели. И вот сейчас после фестиваля на Сопково-Манжуре, который в этом году так замечательно прошел, мы приглашены на фестиваль, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода, и уже видим, что фестиваль немножко проходит меньшим объемом, с меньшим размахом, с большими ограничениями. Но я понимаю, что это все-таки 800-летие города, это не фестиваль как таковой цель, но есть определенные, как вы понимаете, штампы и стандарты в этом деле, которые не всегда соблюдаются. Но, тем не менее, Нижегородская публика очень благодарная публика. Верите с удовольствием. Да, да. Наши концерты там проходили в одном летнем зале и в большом концертном зале. Два аншлага. В Оренбург мы в этом же году приглашены, там фестиваль посвящен, посвящен, по-моему, просто как фестиваль искусства. Но там какая-то сейчас ковидная непонятная ситуация, и до сих пор их официальное приглашение, как говорится, висит в воздухе. Но мы, тем не менее, готовимся. Ну и вот и так далее. Можно достаточно много вспомнить и сказать вам, что если мы сейчас посмотрим вот в ближайшей Волжской, при Волжской, по Волжской, вернее, округе, про Казани я сказал, то же самое можно сказать про Чебоксары. Но, с другой стороны, в Саратове прекрасный филармонический концертный оркестр, в Ульяновский филармонический. То есть наши соседи тоже не отстают. И годы создания этих оркестр, что интересно, это начало 90-х, как и нашего оркестра. Сложное, казалось бы, время. Сложное, казалось бы, время. Но вот эти устремления, вот эти понимания того, что люди достойны хорошей музыки, хорошего отдыха, пленера, набережной, цветов в парке. Поэтому мне очень нравится, например, фестиваль цветов в Самаре. Нигде не проводится такого. И нас всегда приглашают. С удовольствием принимаете участие. В этой красоте принять участие. Единственное, подобрать программу, кроме вальса цветов Чайковского. Нет, конечно, подбираем большую часовую. И с успехом выступаете, да? Да, хорошо, понимаю. Вы напомнили про фестиваль на сопках Маньчжурии. Я не могу об этом с вами сегодня в студии не поговорить. Но прежде чем вы поделитесь воспоминаниями своими, давайте вспомним вместе с нашими уважаемыми телезрителями, как прошел этот фестиваль в Самаре. Знамя и оркестр вперед! Фестиваль на сопках Маньчжурии стартовал с марш-парада. Оркестры коллектива «Мажорец спорта» «Барабанщицы» в музыкальном шествии приняли участие 16 коллективов из четырех федеральных округов России. Свыше 500 музыкантов прошлись по Волжскому проспекту от улицы Первомайской до бассейна ЦСКА ВВС. На праздники присутствовала глава Самары Елена Лапушкина. Музыканты исполняют все, от классики до современных композиций. Мы стараемся, чтобы нас слушали люди, это самый главный принципиальный момент. И мы стали участвовать в всевозможных рекордах Гиннесса, дабы нас заметили. И отсюда появились лыжи, отсюда появилось, так сказать, наше желание делать басштабные клубные мероприятия. Это наш второй визит в этом городе, в этом фестивале участие, поэтому мы с такой радостью, с таким энтузиазмом сюда приехали, поэтому это просто для нас счастье здесь находиться. В связи с пандемией не все можно проводить, но то, что сейчас происходит, конечно, уникально. Я сегодня удивлен погоде, людям, в первую очередь, конечно, которые нам хлопали. Мы идем, хлопают нам, машут руками, воздушные поцелуи. Ну как, ну чудо, красота. Интересный фестиваль. Мы, Самарский оркестр, с радостью поучаствуем, покажем свое военное творчество. Кульминацией марш-парада стало выступление Самарского муниципального концертного духового оркестра. Март Леонидович, фестиваль, конечно, прошел очень ярко, красочно в нашем городе, и вы, конечно, наверняка побывали на каждом выступлении своих коллег. Вот, ну все-таки самые яркие впечатления ваши, поделитесь, пожалуйста. Мне, к сожалению, не удалось побывать на каждом выступлении в связи с тем, что наш коллектив тоже имел свои обязательства, где мы в определенное время должны быть. Но, должен сказать, общее впечатление, это получилось грандиозно, это получилось качественно, это совершенно не провинциально. Музыканты, которые были из 16 городов у нас здесь, виноваты, 16 оркестров, 14 городов, они до сих пор присылают свои благодарности, и прямо искренне говоря, такой прием, такая организация, все предусмотрено. И я здесь чрезвычайно благодарен Департаменту культуры, Татьяне Викторовне Шестопаловой лично, дирекция оркестра, просто потрясающе было все организовано. И наши музыканты, и наши гости прекрасно понимают, с чем они сравнивают. Они сравнивают с другими фестивалями. И второе, что мне очень понравилось, потом легче, несмотря на ту жаруатскую, было легче работать, все было понятно, все было абсолютно обеспечено. Но самое яркое впечатление – это гала-концерт, когда 504 музыканта и дама, играющая на колоколах, забыл ее имя, к сожалению, простит она меня, и амфитеатр, занятый публикой, и звучит хор, тема хора Иславсия Глинки, которую поют сами же музыканты. Но это цитаты из хора «В марше Чернецкого». Ну, вы знаете, вот, что называется, до этого надо, ради этого стоит жить, ради этого надо дожить. Потому что, вот, что называется, вздымается шерсть на загривке. Потому что, ну, действительно. Причем передо мной выступал наш выпускник и мой ученик, в значительной степени, и Константин Чуйков, он является сейчас главным концертмейстером оркестра Министерства обороны. И он дирижировал свой вальс. Это наш выпускник, это наш земляк, работает в одном из самых значительных, даже в самом значительном коллективе первым концертмейстером. И он продирижил свой марш в форме этого коллектива, блестящейся в форме. И это задало такой тон вообще. Волга, горы, лес, цвет, красота. И вот звучат фантазии, марш на тему русских, волжских народных песен. Волжских песен, правильно сказать. И таким образом мы задали очень хороший тон. И потом уже, когда я вышел, мы сыграли вальс на сопках в Маджуре. Вот все этот огромный оркестр. Я очень благодарен дирижерам оркестра, которые выставили так называемых, как-то в строевой службе называется, ну, иным словом, дирижеры с тамбурштоком, которые принимали от меня сигнал и передавали ее своим оркестрам. Поэтому самый далеко стоящий музыкант видел тамбуршток, кончик тамбурштока своего дирижера. В результате ритм совпал идеально. Вот я до сих пор слушаю и не верю, что так вообще как-то может быть. Потом вот мы исполнили, когда музыканты сами пели «Славься, ты, Славься, Русь моя» с колоколами. И потом Михаил Борезгалов, председатель Всероссийского духового общества, ну, традиционную марш «Прощание славянки» сыграл. И вот этот финал, вот он мне очень запомнился. Запомнился слаженностью. Запомнился... Ведь вы понимаете, что музыканты, как все мы, могут отвлечься. Ну, конечно. Только сейчас они отработали свой концерт. Где-то... Ну, это была такая отдача, которую ничем не заменишь. Имитации звука или пения. Нет, это было все искренне, честно. Это было все ради тех, кто сидел в амфитеатре, и ради того искусства музыкального, которым они сами занимаются. В любом случае, конечно, очень был грандиозный фестиваль запомнится надолго не только участникам оркестра, да, но и жителям нашего города Маркович. Очень надеюсь. Но я знаю, что вы фестиваль встретили не только с обновленными музыкальными инструментами, но и еще кое с чем. Вот у нас на эту тему есть сюжет. Давайте-ка посмотрим. С удовольствием. Тромбонист Тарас Овчинников тестирует новый сценический костюм. Одежда должна быть удобной, в ней предстоит играть на концерте. Через неделю у музыкантов муниципального оркестра выступление на Всероссийском фестивале на сопках Манджурии. К нам очень внимательно отнеслись. Нас несколько раз приглашали. Каждому уделяли очень много внимания. Буквально две-три женщины возле нас крутились с этими сантиметрами. Очень внимательно относились к нашим просьбам. Поэтому сидит все идеально. Очень классно подобраны цвета. Муниципальный оркестр давно мечтал сменить гардероб. Гусарские костюмы начала 20 века стали неактуальны. Мода на ретро постепенно ушла. Сейчас в современном мужском костюме ценится сочетание классики и модерна. Надо, чтобы все было с иголочки, говорит руководитель оркестра Марк Коган. Внешний вид должен соответствовать репертуару. Качество исполнения наше должно быть одинаково во всех случаях. И даже вот, если не дай бог, без пиджака придется остаться. Специально к фестивалю целую коллекцию костюмов для музыкантов духового оркестра подготовила модельер Мария Казак. Классическая тройка и поло удачно комбинируются в множество различных вариантов. Под каждую музыкальную программу свой костюм. На разработку и пошив ушло почти полгода. Ткани, трикотаж, хлопок и шерсть с полиэстром сделаны в Брянске и Самаре. Обувь и головные уборы также изготовлены в нашем городе по спецзаказу. Я как театральный художник и как дизайнер стараюсь в своих разработках совмещать элементы сценического и театрального и элементы так называемого фэшн. Мне всегда хотелось, чтобы, глядя на мои костюмы, было понятно, что это костюмы 21 века. Я надеюсь, что это будет оценено и эти костюмы проживут и будут смотреться актуально все-таки какое-то продолжительное время. Кроме шикарных костюмов, музыканты получат в подарок и новые инструменты. Их привезут из Европы и Северной Америки в канун фестиваля на сопках Манчжурии. По этому поводу Тарас Овчинников даже сочинил стихи. И вновь фестиваль принимает Самара. Оркестры гремят, соревнуясь друг с другом. Влюбленные снова вальсируют пары. И память вальсирует с нами по кругу. Маркович, а вот как обновки-то пришлись вам по душе? Не то слово. Причем Нижегородский оркестр, на который мы иногда равняемся. Правда, мне главный дирижер Петров сказал, «Знаете, Маркович, мы равняемся на вас, как надо проверять». Я говорю, вот так, Евгений Николаевич. Все мы учимся. Мы увидели у них такие подобные, вернее, костюмы. И нам сшили совершенно шикарные голубые костюмы с белой рубашкой, с галстуком. И они легки в походе. Новая обувь. Правда, в поход у нас совершенно другой немножко костюм. Ну, я имею в виду, вот, бывает, как-то жмет, он лишний раз пройти за сцену, на сцену. Все в пору. Идеально. Обувь идеально, костюмы. Жарко, конечно, было все равно, но не в этом дело. А уж форма для прохождения, ну, это замечательно. Соломенная шляпа, жилетка, белая рубашка с коротким рукавом, бабочка или не бабочки, варианты, клетчатые брюки, белые кроссовки. Красота. Причем, вы знаете, вот, звучит марш, идет оркестр. И не ощущается тяжести марша. настолько обувь и костюм как бы нивелирует немножко груздость вот нет этого вот как будто знаете полька трик-трак на ходу это мое впечатление еще раз благодарность дизайнеру Марии Казак спасибо ей большое это замечательно сделано Марк Юрьевич, ну все-таки немножечко отойдя от фестиваля давайте поговорим о репертуаре август месяц у нас сейчас и помимо фестивалев выездных где сейчас можно будет послушать вас ну и может быть даже опять же прикоснуться к прекрасной музыке ну надеюсь, надеюсь, что мы работаем качественный концерт мы всегда работаем качественно в августе мы работаем конечно в летнем театре Струковского сада, что там замечательная акустика в парке 50-летия октября это который парк Металлург парк Гагарина, замечательная ракушка над озером стоит и должен вам сказать, что благодаря акустике или точнее так, там где не очень хорошо с акустикой, мы даем программы более танцевальные, чем концертные но люди танцуют везде даже в летнем театре, где понятно что идет концертная программа ведущий, солисты но сзади, за креслами обязательно кто-нибудь танцует играем ли мы я наблюдала не раз, как вы и сами присоединяетесь к танцующим когда есть возможность ну да, да, музыка заводит и почему бы не присоединиться, тем более что это и публику заводит идет такая взаимная передача эмоциональная передача я вам должен сказать, что вот сам тому свидетель мы играли с нашим замечательным трубачом, солистом Евгением Чиненовым играли Шахеризада Римского-Корского в обработке одного замечательного композитора и ну она сделала джаз в джазовой манере и краем глаза при перевороте ну я смотрю а там люди танцуют это сделано причем такой, знаете она она такой как сказать испанский рок рок-румба такая она сделала думаю, как как же они там вообще должны двигаться ну это музыка создает атмосферу умеете вы танцевать не умеете это не играет абсолютно никакой роли если мы можем принадлежать ну а потом это не танец не конкурс танца не конкурс танца это же просто движение души особенно женщины это вообще красота они так они так чувственны они так расслаблены они так чувствуют музыку мужчинам это не дано только редко кому-то и смотрите и думаешь так это же жизнь это же набережная или это парк это жизнь вы сюда пришли отдохнуть так танцуйте чего ждать и ждать что кто-то вас покритикует за это не-не-не замечательно проанонсируйте Маркович пожалуйста где и когда и пригласите конечно с удовольствием дорогие друзья я приглашаю вас ну во-первых 8 августа я вас приглашаю в парк металлург это будет танцевальная программа ну это вечернее время да в 17 часов а 7 это уже совсем вот послезавтра виноват завтра завтра да в Турковском саду будет программа которая называю которую мы будем показывать в Нижнем Новгороде мы ее сейчас обыгрываем я думаю что вам очень приятно будет апробируете на Самарском слушатели да 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 замечательная вещь причем мы там сделали как бы два состава в одном то есть большой состав играет произведение весь состав играет произведение для духового оркестра оригинальные приложения а внутри оркестра есть джаз биг бенд который играет такие вещи замечательные как Волжский сувенир Геннадия Крючкова это как раз та же самая вечно живая песня Самара городок тема когда святые маршируют и оркестром джазом занимается замечательный музыкант наш музыкант первый троманист Денис Шевиков и вот этот контраст биг бенда и контраст академического как бы состава очень публике понравился мы вот по вижу по по реакции просто по реакции причем как-то разделил что под джаз уже стали больше танцевать почувствовали а под большой состав уже слушают академично программа очень хорошая здесь Ариэль Рамир Жавран который все знают из передачи Николая Дроздова замечательная сербская пьеса Махалагеска заводная совершенно такая так представляющая этих парней и девушек в национальных сербских костюмах танцующих без остановки 7 минут без остановки будете играть 20 минут все будут танцевать ну это это Балканы замечательная вещь Луиса Прима Синг-Синг это все наверное знают она она исполняется во всех программах оркестра Олега Лунстрема в программах Анатолия Кролла оркестра Анатолия Кролла замечательная розовая пантера Генри Манчини вот такая очень разнообразная музыка которая вам очень знакома шикарная совершенно пьеса Александра Пестова на русские темы катавасия на 4 минуты причем она так и называется русская катавасия на 4 минуты и нас каждый раз спрашивают переспрашивают какая какая и мы решили оставить название просто катавасия на 4 минуты вот кстати объявляйте перед началом игры произведения название его Марк Львович да в концертной программе это обязательно ибо появляется возможность как-то настроить публику и публика может понимать отсутствие ведущего как неуважение сидите и получите что у нас есть нет обязательно сказать обязательно сказать пару слов если есть какие что там а потом образовательная какая-то небольшая миссия верно не каждый знает да на слух где-то слышал а вот как называется автор произведения тоже нужно знать когда я сейчас вижу в интернете вот я что-то разыскиваю в гугле пишу автора пишу и очень быстро появляется то что мне надо но чаще всего это появляется без указания автора и вот идут песни причем пьесы музыкальные там условно говоря симфония Моцарта песня Моцарта номер 40 боже мой ну как же можно так на весь мир этот гугл там или яндекс ну это же ну же есть автор есть жанр почему бы это не обозначить ну мне понимаете мы сеем разумно и доброе вечно вы верно заметили без объявления без подачи без подготовки конечно это превращается в такой игрой в одну сторону да и не ясно чью в пользу конечно хорошо ближайшие концерты озвучили Мальков Ильич я все время спрашиваю вот музыкантов актеров режиссеров которые приходят к нам в студию расскажите может быть какие-то интересные забавные случаи которые происходят у вас на концертах можете сейчас припомнить очень хорошие забавные случаи мы играли я не помню какое-то произведение но достаточно серьезно в начале концерта такое когда публика настраивается на концерт еще так сказать чтобы организоваться немножко вот и вдруг слышу смех что такое думаешь у меня что с костюмом не в порядке начинает южиться я смотрю думаю с реги по лицам музыкантов пойму что происходит но музыканты заняты нотами заняты дирижером заняты клавиатуры аппликатуры и так далее но потом я смотрю как-то они тоже глаза смеются я глядываюсь сзади стоит девочка лет наверное шести и дирижирует да сзади меня стоит помощница ну тут так тепло стало я ее потом пригласил на сцену она посетилась и убежала кто знает Маркович а возможно определили и будущее ребенка вы знаете видимо музыкантское дело оно такое заманчивое и она ну как вот мы говорили с вами про женщин дети так же точно реагируют это тоже любимая моя публика потому что она открыта для восприятия и если жизнь сложится и ребенка окружает любящие понимающие люди то конечно это будет судьба потому что да это будет сложно да это будет небогатая жизнь это будет ну но это будет насыщенная жизнь тем любимым делом которым ты занимаешься Бог даст что действительно эти дети которые слушают нас в зале те дети к которым мы приходим приезжаем в школу те дети которые приходят к нам на концерты программ посвященной дружбе народов самарских народов когда мои друзья со мной или дружат дети на планете вот они пропитаются этим и поймут что рядом с тобой такие же как ты и искусство музыки для тебя пользуйся слушай расти и мы сделаем все что угодно и все что можем для того чтобы дети к нам пришли и слушали и учились мальчик мне кажется недаром мы с вами заговорили сейчас именно на детскую тему скажите пожалуйста а вот что дает музыка если заниматься все таки с раннего детства и вот вы как профессионал посоветовали бы с какого возраста отдать детей музыкальную школу я бы сказал так с какого возраста дома должна звучать музыка вот с этого надо начинать я не помню да если я помню бы не сказал имя этой дамы которая мать двоих детей так вот когда она про своего третьего говорила который должен вот родиться она говорила так а этот вырос на Моцарте то есть дома все время звучал многие ставят классику да 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 и это я понимаю это хорошо правильно ребенок кушает ребенок ходит на горшок ребенок ходит гулять ребенок играет дома а музыка звучит не попса который бьет по ушам который делает из него неврастеника а музыка звучит которая формирует его душу которая может быть нематериальна но нервная эта система материальна вот она ее дальше когда ребенок лет в пять проявляет интерес какой-то его нужно поддержать но это тоже на мой взгляд еще не означает что его надо обязательно ввести в музыкальную школу там есть свой процесс который требует уже некого сформировавшегося сознания или очень доброжелательных родителей и педагогов которые все хорошо все хорошо все будет все будет у тебя в порядке ну в общем нужны некие условия добра и любви к ребенку а музыка дополнить свое Малькевич а вот какой бы вы совет сейчас дали а как понять что есть музыкальный слух и он уникальный ну это проявится это быстро проявится уникальный способный ребенок вундеркин он сразу ощущается он требует конечно больше внимания не к тому чтобы опекать его а к тому чтобы не сломать не не чтобы рост нормально он когда вырастет он все все поймет я вспомнил одну притчу еврейскую вот по поводу того что какова сложность обучения я стараюсь нужна в когда детей в хедере четырех-пятилетних мальчиков ну девочки с пяти лет а мальчики с четырех лет учатся грамоте то учитель значит букварь там лежит книга а первая его страничка уголочек помазан медом и учитель говорит ну-ка попробуй сынок попробуй и он там пальчиком пробует сладко ой сладко вот таково мой друг и учение всю жизнь мед и сладость вот на этой позитивной ноте мы закончим нашу программу спасибо вам большое Маркович успехов удачи ну и отличного блестящего выступления на фестивалях спасибо всем тем кто был сегодня с нами вы смотрели программу Город С а мы сегодня прикоснулись к прекрасному к музыке всего хорошего до свидания субтитры